Вербовка в тюрьмах Раз в месяц из каждой зоны берут 30-35-40 человек И так привычно отправляют на фронт И они уже отправили больше, чем ЧВК «Вагнер» В общем, раз в полтора отправили больше Уже порядка 120 тысяч человек отправили совершенно точно И происходит это ежедневно, без помпы, без прилета вертолетов, без большой агитации Без выступлений с трибун То есть вот Пригожин это делал, любил, ездил сам Но он ездил с вертолета от точки к точке, от зоны в зону А сейчас этот год уже происходит таким квадратным гнездовым методом То есть сразу везде, одновременно, отовсюду забирают И это вот работает, в общем, как конвейер, как маятник, как часы Как это устроено? Ведь если людей вербовали еще в самом начале войны Сейчас что придумывают для того, чтобы, собственно, людей заманить на фронт? Ну, они же, наверное, раньше уже отказывались К тем же самым же заключенным, наверное, приходят Ну, вы знаете, кто отказывается, тот отказывается Пока, вот до сих пор, два года войны Пока у нас нет ни одного заявления о недобровольности Ну, то есть, да, родственники обращаются, говорят, что вот, нашего любимого, дорогого забрали Добираешься? Нет, нет, не так Или говорят о недобровольности, но бороться не хочет Хочет идти, и, ну, то есть, такого, чтобы забирали вот так вот руками, ногами, человек упирался Такого не было, таких пока оставляют Но я напомню, что приняты уже закон, поправки в закон о мобилизации И, собственно, закон об армии Я напомню, что эти поправки были приняты в ноябре прошлого года И которые позволяют вербовать заключенных на войну И эти же поправки позволяют вербовать попавших в СИЗО Подозреваемых, обвиняемых И поправки позволяют, что, собственно, и сделано В зонах устраивать столы воинского учета И это тоже уже устроено Заключенные тоже прекрасно видят и понимают Что если они сейчас не пойдут на контракт, на фронт То через некоторое время их заберут Потому что стол воинского учета, вот он Правда ли, что в российских колониях отключают отопление, чтобы мотивировать людей идти на войну? Вы знаете, удивительным образом на это сообщение среагировал ВСИН Сообщений было несколько Почему-то ВСИН возбудился и это его задел за живое И страшно начали опровергать Мне больше всего понравилось опровержение Которое последовало от главы московской ОНК Алексея Мельникова Такой гонзо-правозащитник Это прекрасно То есть это полностью такое признание Причем очень интересное Сначала он говорит о том, что, конечно, нет Но нет, от отопления все прекрасно А сразу после этого говорит По нашим данным, поступающим из субъектов Полного отключения тепловоснабжения в учреждениях нет ни в одном регионе Однако Мы получаем сообщение О снижении температуры в помещениях Вместо трудительного снижения граждан В Приморском крае В Ивановской области В Персской крае В Ярославской области По поступающим к нам сообщениям Температура там снижается до 12 градусов Но преимущественно это женские колонии Говорит нам Мельников Ну женские же Ну что вы, ну господи И при этом все-таки Среди женщин заключенных Тоже идет вербовка Она не такая интенсивная, как у мужчин Но только всабленная ТК-7 женская В Ленинградской области Уже дважды приезжали Дважды забирали женщин Тоже забирают А у мужчин происходит так В общем При любом удобном поводе При шмоне отнимают теплую одежду Куртки, шапки И самое главное термобелье Ну и все И при 20 градусах Довольно сложно жить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok